Каспийск А так они справедливо возмущаются и протестуют И жилье даже не ветхое, а аварийное Более 10 лет этих людей, отдавших свои лучшие годы созиданию в этом городе, не слышали Еще 5 лет назад, а с лета 2022 года, вновь журналисты обращали внимание общественности и власти на нечеловеческие условия жильцов общежития в Каспийске Условия, скажем, были из позапрошлого века Как так оказалось, что в центре города трудовой доблести появился и тихо разрушался анклав, который стал памятником чиновничьему равнодушию Напомним, что с конца осени прошлого года вновь в который раз жильцы пытались обратить внимание властей и общественности на свою проблему Неуслышанные на городском уровне, они вышли на республиканский Мыторство Каспийчан, проживающих в аварийных домах, продолжались бы, если бы не активная атака имя информационного и общественного поля Для ветхожилищных Каспийчан эта встреча с первым была как глоток свежего воздуха после отговорок и отписок местной мэрии, которая их посылала далеко Каспийские чиновники с кирпичными лицами вначале не совсем поняли их Потом ограничились тем, что предложили бедным отчаявшимся жильцам земельный участок на Атшибе Поселок так и назывался – Кирипичный Это был неблагоустроенный заводненный участок в промзоне Далеко от центра местонахождения аварийных общежитий А где школы, больницы, детсады? Молчу, уже о парках и местах досуга Люди опять запротестовали Понимая, что без резонанса не достучаться до кирпичного равнодушия Жильцы свою проблему начали живо раскачивать в сетях и в СМИ Было записано видеообращение к Меликову На тему обратили внимание блогеры, телевизионщики и даже федеральный канал «Россия-1» Сюжет которого заставил чиновников услышать крик о помощи В начале марта этого года к Аспичанам приехал премьер-министр Абдул Муслимов 26 марта приезжает сам Меликов А 30 марта принимается республиканская адресная программа переселения граждан Из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2023-2025 годах А до того были безуспешные попытки простых людей объяснить что-то местным чиновникам Их невнятные ответы Обратите внимание на заголовки сайтов и риторику Каспийской мэрии Которая просто хочет предстать агнцем занятым нуждами ветхожилищных горожан Однако, как сообщили мне юристы, Каспийск просто опоздал, затянулся списками И они эти списки на момент встречи с главой, которая состоялась на неделе Еще не были готовы Не знаю, как назвать форму правления, при которой проблемы решаются лишь при внимании первых лиц республики Регионы, государства Такое консервативное общество с патерналистским типом государственного управления для Дагестана не подходит Где джамааты всегда организовывались для решения своих задач Пока на проблему не обратит внимание первое лицо, понисходящее или премьер, или госсекретарь Хоть кол на голове чеши, воз не трогается с места Вот подтверждение Недавно проблему в Буйнакске решали с помощью, или как вначале написал республиканский сайт Мирмол Благодаря вмешательству госсекретаря Магомедсултана Магомедова Правда, потом кричащий заголовок исправили и напечатали уже более корректный По поручению главы Проблема все-таки решилась Но почему для этого нужно было опять выходить на республиканский уровень, а не решать на муниципальном? Вот и здесь, в Каспийской аварийной теме Глава региона вмешался, и проблема начала распутываться Вошли в положение людей, нашелся земельный участок, хотя со списками по-прежнему кавардак Хорошо, что есть глава, а после него госсекретарь, премьер, глава администрации и другие важные персоны После вмешательства которых происходит в Дагестане чудеса Они по поручению главы вмешиваются, и вуаля, вопросы решаются Парки зеленеют, нерадивый застройщик отступает, и даже ветхожилищные каспийчане все довольны Каспийский случай был тяжелый, тут самому главе республики пришлось подключаться Этой весной Меликов, посетив общежитие, увидев собственными глазами жилищные реалии и боль людей Надо сказать, проникся и отписал в своем телеграм-канале Вот цитата Люди живут просто в нечеловеческих условиях Жить в таких зданиях не просто неудобно, но и опасно для жизни В общежитиях много инвалидов, семей с детьми, людей старшего поколения Они добросовестно трудились на градообразующих предприятиях Каспийских И по большому счету именно их семьи строили этот город Я прекрасно понимаю их опасения Какие квартиры дадут взамен, будут ли рядом больница, школа, детсад, не возникнут ли проблемы с транспортом Все эти вопросы совершенно справедливо беспокоят людей У нас сегодня состоялся открытый живой диалог Конечно, у меня есть вопросы к различным органам власти, которые довели ситуацию до этого Но сейчас не время искать виноватых Нужно думать, что делать Тогда же было решено до конца апреля сформировать инициативную группу И начать, наконец, решать проблемы людей Правительственное совещание проводится уже более мотивировано Дальнозоркость товарищей из кабинета министров усилилась Вопрос был на контроле генерала Меликова Другой генерал медленно начал входить в тему Но, кажется, не до конца Гонцов, так же, как и коллеги из площади, увидел и почувствовал остроту проблемы После вала обращения информационного набата И, конечно, после визита главы в Каспийск Воистину, не заплачет дитя, не получит внимания Каспийчане воспользовались своим конституционным правом на протест И получили его внимание Жильцы аварийного жилья Каспийска просили передать и слова признательности адвокату Без помощи которой дело так же не сдвинулось бы с мертвой точки Совещание было действительно промежуточным Несмотря на то, что практически уже основной спектр вопросов уже решен Решены вопросы по поводу земельного участка Сейчас решается вопрос по передаче от муниципалитета Дирекции, которая будет заниматься строительством новых домов Ну, с изысканием подрядчика, естественно, застройщика Также решен вопрос по поводу квадратной площади минимальной Установлено было 33 квадрата минимум, не менее 33 квадратов Вопрос с балконами, с участниками СВО, чтобы им предоставлена была дополнительная площадь Также был решен вопрос по поводу того, чтобы администрация ускоренно уже передала все сведения Минструю Поскольку администрация на сегодняшний день очень большую задержку в этом вопросе По неизвестным нам причинам, к сожалению, делает И Сергей Алимович установил им определенные сроки до конца месяца Чтобы и по участку были все процедуры завершены и по поводу всех документов Надеемся, что следующая встреча уже будет финальной На которой будут уже определены и документально введены все отвечающие нормам и закону все ответы на наши вопросы На неделе опять встреча жильцов с Меликовым Ее результаты характеризуются жильцами аварийных домов как позитивные Дай бог не ошибиться В администрации главы и Минстроя региона придумали обнадеживающий заголовок Его перепостила подведомственная и другая пресса В тексте ОГИП отмечало, что в Каспийске признано аварийными 9 многоквартирных домов В том числе 7 общежитий общей площадью более 11 тысяч квадратных метров В которых проживает порядка полутора тысяч человек Видимо, кадры администрации главы плохо владеют аналитическим инструментарием Коли полтора тысяч человек мыкались и кричали о проблеме много лет Последние несколько месяцев просто ором кричали А проблему пока не посмотрели на нее через ОКО СМИ И глава не взял под личный контроль Как-то пропустили Как говорится, а слона там не заметили? Нет, у нас вопросов нету Очень довольны остались вчерашней встречей Сергеем Оливовичем Вообще, министром строительства Зам министра, который с нами постоянно на связи Мы очень довольны Росреестр Благодарны всем тем людям, которые нам помогли Ну, как бы продвинуться в этом вопросе То, что поставлены определенные сроки для нашей администрации Поэтому, ну, как бы очень довольны приемом И никаких вопросов нету У нас только сейчас, ну, ожидания, помощь Хотим помочь нашей администрации То, чтобы уже закончить или со списками Или с чем-то там еще В чем наша помощь, не знаю И чтобы уже, наконец-таки, началось строительство Хотя, знаете ли, не все на том совещании проходило гладко Много тумана и неясностей вокруг списков По нашей информации, были попытки ввести в них друзей Или близких сотрудников мэрии Некоторые из работников, подчиненных мэра Гонцова Спешно увольнялись Видимо, почуяв запах жареного Полетели письма возмущенных жильцов Во все известные федеральные и местные органы Написали даже президенту страны Следственный комитет заинтересовался этим делом Действия и бездействия чиновников вокруг Каспийских обжиритий Подпадают под статьи 292, 327 и 159 Уголовного кодекса Российской Федерации Странно, что при посещении год назад Каспийска Меликову не показали разваливающиеся общежития Конечно, мэр Каспийска Гонцов из кадровой обоймы Меликова Поэтому, скорее всего, любому управленческому сбою будут искать стрелочников Так может показаться, но не в этот раз Глава республики встревал в острый диалог мэра и жильцов на той встрече И оказывался на стороне простых людей Многие из которых отстраивали этот город А им указывали на болото на окраине в качестве жилья Обидно А некоторые чиновники мэрии просто разводили руками Нет, мол, для вас домов Провалили работу, каспийские чиновники Не утруждая свои мозговые извилины для решения проблемы Просто отнекивались, отмахивались У руководителя, какого бы ранга и из какой бы обоймы он ни был Всегда очень ценно такие качества, как чуткость и справедливость Это не просто хорошее подспорье для имиджа Но главный инструмент политического управления Поэтому оставайтесь людьми А казпийчане до 2025 года все должны быть расселены в новых домах в центре города Локация хорошая для этого найдена Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok